Привет Ну как дела? Как ваша жизнь? Ну как живы там без меня? Я проходила кастинг, и, наверное, тоже кастинг на общих основаниях, как и в любых серьезных проектах. На самом деле мне с этим проектом повезло, потому что отбирали актрис, порядка 7 тысяч актрис, отбиралось на эти три роли, да. Когда я первый раз пришла в Фениксвим, все стены были завешаны фотографиями известных, да, не очень известных актрис, где-то вот нашего, да, возраста. И, а там же еще одно было требование очень важное, на самом деле, это то, чтобы актриса могла сыграть и молоденькую совершенно девушку, да, огромный диапазон возрастной, и взрослую уже, да, Примадонна. Я не хочу больше жить в Москве, и вы меня не удержите. Это из Залуцкого, да? Что он тебе вчера наговорил? Он что, не хочет записывать с тобой свой новый шлягер? Я сама не хочу. Я вообще больше петь не буду. Уж лучше я на завод пойду работать, там хоть люди нормальные. Мы первоначально искали такую серенькую мышку. У нее фамилия Мышкина, и она должна вот как бы только во время концерта рассветать, превращаться в красивую, шикарную женщину. А так она серенькая, очень простенькая, такая невысокая. И Шульгин такую же видел, кстати, когда он первый раз меня увидел, он сказал, что это не она, типа, что-то мне не нравится. Но потом были кастинги, были пробы, да, были какие-то репетиции, и меня утвердили. Я очень рада. Не говори, и не встречайся с ним, и позабудь его запах волос. У меня там была сцена, наверное, вам тоже рассказывали, девочки, где я такая вся ля-ля-ля-ля, как должна была по снежку бежать, ударить портфельм своего партнера. Да, там, как назвали. И тут я его ударяю, портфель на морозе замерзает, ну, он такой, такой заменитель был еще тех времен, да, 80-х годов. Я его ударила, и он брикошетом прямо мне в нос, вот сюда. У меня искренний глаз, а мой партнер ни в чем не сомневается, говорит, так тебе и надо, говорит он. И мы продолжаем эту сцену с таким перебитым носом. То есть было весело. В киношке или на спектакле все любим плакать мы не так ли за те же денежки. Смотря чувствительные драмы, слез проливаем полведрамы. Добры, как дедушки. Вы видите, все, я точно буду артисткой. Ой, сознайся, Жанка, ты все это подстроила. С Сидоровой и мы с Олей мы постоянно дружим, встречаемся. Она учится на высших режиссерских, а я там живу. И как только она собирается прогулять задание, какое-то занятие, мы встречаемся. Если у меня есть время. Вот с бабушкиной как-то мы реже встречаемся, потому что у нас теперь семейная такая девушка. Мы нашли общий язык сразу же. И знаете, было такое ощущение, что мы, может быть, из-за того, что мы играли вот эти сцены детства, да, но было абсолютное, абсолютное вот какое-то отождествование, было чувство, что мы знаем дружок действительно очень много лет. Ну что, начинаем новую взрослую жизнь? Девочки, я предлагаю это отметить. Я по этому поводу у отчима вино свистнула. Вино? Вино! Так, Миледи, давай живо к проводнице за стаканами. Давай, 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 Мила, быстрее, Жанна, пошли. Это фильм о том, что когда ты имеешь в жизни цель, то ты знаешь, куда двигаться, и ты обязательно цели добьешься. Субтитры предоставил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин